Персонифицированная медицина Сегодня же индивидуальный подход необходим в первую очередь при создании новых способов терапии онкологических заболеваний человека. Суть персонифицированной медицины в индивидуальном подходе к каждому пациенту и целенаправленной диагностике. Персональный подход в лечении популярен в Израиле. Все потому, что такой метод позволяет получить самые высокие результаты. Такое явление не новое для России. Разработкой новых методов терапии онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний человека занимаются в лаборатории маркера патогенеза Центра превосходства персонифицированной медицины Казанского федерального университета. Конечно, для полной реализации потенциала персонифицированной медицины потребуется время, однако уже сегодня принцип «одно лекарство для всех» уходит в прошлое. Никогда не будет найдено какой-то такой золотой таблетки, магической пули, которая могла бы вылечить любую форму рака. К каждому раку нужно подбирать свой ключ. И поэтому во всем мире ведется поиск новых потенциальных средств противораковой терапии. И вот наша ревнуклеаза является одним из таких потенциальных средств. И одной из самых сложных поддающихся терапии форм является трижды негативный рак, который имеет определенные молекулярные характеристики клетки такого трижды негативного рака и очень плохо поддаются лечению. И вот в частности в наших работах недавно мы показали, что наш фермент может убивать не все, но многие типы клеток трижды негативного рака молочной железы. В лабораториях Центра превосходства персонифицированной медицины ведется разработка биотехнологий получения микробных ферментов, как потенциальных противоопухливых и противовирусных средств. Стоит отметить, что особенность Центра заключается в том, что почти во всех лабораториях есть иностранные сооруководители, которые проводят исследования по тем же темам за рубежом. Так, например, профессор Гульермо Боретто из Института Макса Планка в Германии разработал раннюю диагностику рака легких. Во вдыхаемом-выдыхаемом воздухе очень в маленьких количествах содержатся те белки, которые образуются при деструкции легких. И вот в этом эксудате можно найти белок, который характерен для недифференцированных клеток, то есть раковых. И поэтому это неинвазивная диагностика. Можно просто попросить больных или подозрительных людей на болезнь покашлять и потом генетическими методами выявить этот белок и сказать, да, вот здесь есть опасность. Инновационной является попытка понять болезнь или предрасположенность к раку на клеточном уровне, оценить молекулярные пути заболевания, найти соответствующие биомаркеры, то есть вещества, которые являются знаками той или иной болезни. Исследования молекулярных и клеточных мишеней ведутся в лаборатории маркера патогенеза Казанского Федерального. А в этой лаборатории изучается влияние различных веществ на раковые клетки человека. В промежутках между экспериментами клетки хранятся в жидком азоте. Для того, чтобы понять предрасположенность к раку на клеточном уровне, используется генетика, геномика, изучение белков, их функций и взаимодействие в живых организмах. Для комплексного исследования свойств клеток сотрудники центра работают совместно с химиками и физиками Казанского Федерального университета. То есть мы как физики пытаемся им помочь расшифровать структуру протеина и как, допустим, белок ведет себя в клетке, за пределами клетки, в каком находится состоянии. Вот с петроскопическими методами. Делаем это мы с помощью гигантского комбинационного рассеяния света. То есть мы умеем сжимать оптический свет до нескольких нанометров. И таким нанометровым фонариком мы можем освещать отдельные фрагменты биополимерных цепей и устанавливать ее химическую структуру. С развитием новых технологий принцип индивидуальности, непохожести и исключительности каждого человека вышел на качественно новый уровень и подкрепляется надежной диагностической базой, инновационными технологиями в фармакологии. Комплексная работа над выявлением маркеров опухоли позволяет эффективнее подбирать терапию для каждого конкретного случая, а применение персонализированного подхода к лечению пациентов увеличивает вероятность благоприятного исхода и сохранения здоровья на долгие годы. Продолжение следует...